Всем привет! Сегодня я хочу показать реинкарнацию некогда очень популярного вот такого вот ножа в исполнении вот такого производителя или бренда как Канаделия. Нож у нас представлен в топовом исполнении. Топовость заключается в том, что здесь премиальные материалы. Карбон, медная фурнитура, М390 на клиночке и титановые лайнера. Давайте еще раз сказать, сопоставляются вот такие вот сумочки. Сумка очень похожа на сумки, в которых приходят ножи такого произведения как Вином, который считается довольно таки топовым, но в остальном как бы сумка как сумка. Есть подвес, можно куда-то на рюкзак или куда-то подвесить. Ладно, убираем в сторону. Как я говорил уже, это у нас топовое исполнение, по крайней мере на 2020 год, на начало 2020 года. И давайте сделаем такое минутное отступление в историю. Когда-то, я сразу говорю, не буду рассматривать нож F3, который там вот за 20 долларов, совсем уж как-то он банальный, не красиво смотрится, я пройдусь по более-менее адекватным. Самая ходовая когда-то была вот такая вот моделька от кабанов. После нее была выпущена моделька от кабанов с карбоном и черными клинками. Клинки были с 35-кой и с М390, но это было очень давно. Потом более-менее появилась версия от Dekoria в трех цветовых исполнениях, со сталькой D2 и G10 на рукоятке. Но там была, как по мне, очень неудобная клипса. Она была такая глубоко посаженная, и ее отодрать было практически невозможно. После этого ножи пропали в распродаже, их долго не было. И вот к концу 2019 года у нас такой бренд, как Candelia, решил возобновить линейку довольно-таки популярных ножей и выпустил целую серию. Есть два варианта со стальями D2. Там шли и G10, и Микарта на рукоятке. Они нам стоили, ну скажем так, в половину дешевле от этого ножа. А вот это, как я говорю, самое топовое исполнение. Давайте посмотрим его поближе. На клиночке у нас М390. Обработан вот такой вот поперечный сатин. Смотрится довольно-таки прикольно, но, конечно, остается отпечатки пальцев. Рукоятка имеет... Давайте, чтобы не бликовало. Вот так вот, вокруг осевого вставлена медная проставка. На карбоновой плашке есть вот такие вот насечки, которые позволяют очень цепко удерживать нож. Вот такая вот обработка, да. Бэкспейсер у нас, по крайней мере, заявлено, что это бериллиевая медь. И клипса тоже самое, бериллиевая медь. По жесткости вполне нормально. С этой стороны так же самое есть проставка. Есть темлячное отверстие. Ну, правда, для того, чтобы сюда темляк загнать, нужно по-любому разобрать нож. Мы, кстати, его разберем, как всегда, посмотрим, на чем он собран. Клиночек у нас идеально по центру. Лайнер заходит на, ну, так как, на две третьих пяточки или на одну третью. В руке нож лежит, отдельно остановлюсь на этом, очень удобно за счет своей полноты. Нож, кстати, вот за что любили этот нож, для каких-то таких тяжелых работ, что-то построгать, все. Нож очень отлично заполняет руку. Единственное, как бы не хватает немножко насечки. Я бы еще сюда насечку добавил, была вообще красота бы. А так, ну, чтобы я не быть голословным, давайте, что имею в виду. Толщина вот, вот, эклипсы берем, 16,1 мм. Тот же, например, HATI, довольно-таки популярная модель, там, так же сам, как T-UZOR или все, смотрите, 12,4 мм. То есть, 4 мм разница, вроде бы, с одной стороны немного, но в руке лежат они абсолютно по-разному. Этот вот, ну, довольно-таки тоненький. Этот классно заполняет. Но при этом вес, конечно, сразу играет свою роль. Так, давайте пробежимся по параметрам ножика. Посмотрим. Длина у нас 22 см, режущая кромка, ну, практически 10 см. И в сложном состоянии у нас ножек 13 см. Теперь, что касается веса. Вес у нас, хотелось бы немножко поменьше, 157 грамм. Ну, в отличие, скажем так, от вот этой, да, там, где 200 грамм было, этот весит намного легче. Но при этом, HATI, 113-114 грамм, вообще, вот это вот эталонный вес для такого размера, как я считаю. Можно было бы что-нибудь придумать, хотя, не знаю, вроде, может быть облегчение сделать, но, опять же, много бы это не сняло. Ну, попытаться можно было. Так, отдельный плюс, кстати, давайте за сведение. Если в старых моделях сведение тут было 0,7-0,8, как бы на то время это казалось нормой, и никто сильно не жаловался, то здесь, конечно, сведение меня очень порадовало. Вот, ставим 0 и ставим 0,3. Показываю. Вот так вот, да, я надеюсь, видно. 0,3-0,3-0,3. Вот тут даже немножко подкусывает, и опять выравниться на 0,3. Если ставим 0,35, вот, 0,35, показываю, то клинок уже сразу вот закусывает, протащить его не получается, проваливается. То есть сведение по всему 0,3, можно сказать, смело усредить. Так, давайте разберем ножик, посмотрим, что у нас в середине. Для этого раз-два винта и торс на 6 под низом, один под накладочкой. Ладно, разбираем, смотрим, что в середине. Ну вот, в принципе, разобран, смотрим. Как я говорил, винтик, который крепят, улетел, но мы его поймали. Так, карбоновая накладка. Вот так вот выглядит с этой стороны. Так, с этой. Медная бэкспейсер. Плашка левая. Вот, смотрите, никакого облегчения нету. Есть проставочная шайба. Мне кажется, можно было бы немножко, хотя здесь толщина небольшая. Давайте, она какая-то толщина. Толщина 2,2 мм титана. Поэтому, возможно, еще за счет этого они побоялись. Можно было бы сквозной сделать вот так вот. Я думаю, при большом желании, я думаю, можно было бы поиграться. И нож собран на наборных подшипниках керамических. Есть сухарик. Сухарик у нас просто запрессован. Крепится. Есть керамический шарик. Вот так вот с этой стороны все выглядит. Ну, как-то так вот. Можно было бы посверлить. Не посверлить, а сделать такие фрезеровки сквозные. Я думаю, это скинуло бы там грамм 20-30. И было бы как раз для F3 отлично. Ну, все. Тут, в принципе, больше показывать нечего. Надеюсь, кому-то было интересно. Нож отличный, как говорится. Нож бомба. В руке сидит классно. Поэтому, отличное продолжение данного варианта. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok